Сегодня в Гребнево состоялась очередная встреча жителей с депутатами. Многие пришли в надежде, что решатся уже давно волнующие их вопросы. Деревня Гребнево входит в избирательный округ депутата областной думы Ирины Слуцкой. Вместе с ней с местными жителями общались депутат Совета депутатов городского округа Щелкова Ирина Чибисова, а также помощник депутата Антон Луковский. За помощью обратились жители Гребнево, Новой Слободы, Камшиловки и Богослова, а также населенного пункта, которого просто нет на карте. Проблема уже из вековая. Уже более 36 лет обратилась жительница лесопитомника Гребневского. Это где действительно люди существуют, по факту проживают, но их никто не видит, потому что эта территория является лесом. И они были включены в генеральный план городского поселения Гребневское, изменения в которой были произведены в прошлом году. К сожалению, сейчас при подготовке новых материалов и включении в планы городского округа Щелкова Гребневский питомник опять оттуда выпал. В поселке Прилесопитомники на сегодняшний день проживает более 200 человек. Но реальную помощь этим людям в решении бытовых проблем оказать очень сложно. Они как избиратели у нас есть, а к сожалению, как реальную помощь оказать мы им не можем никакой. Дороги за собственный счет, все за собственный счет, площадки детские и так далее. То есть все люди сами только на свои силы рассчитывают. Даже электрическая подстанта и та, которая находится. Это федеральная собственность, и поэтому с этим возникали периодически проблемы. Вопрос, безусловно, взят депутатами на контроль. И жители очень надеются, что он наконец решится. Кроме этого, пришедшие на прием просили помочь с дровами в связи с непростым материальным положением. Кого-то волновали недоработки служб ЖКХ. Серьезные претензии гребневцы высказали в адрес регионального оператора Хартии. Неразбериха с квитанциями на оплату вывоза мусора является головной болью многих жителей. Вопросы по поводу платежек за мусор. Когда человек не должен платить, ему приходят по 300-400 рублей каждый месяц. Перерасчет оплаты за капремонт. Мужчине больше 80 лет он должен быть освобожден. Поэтому очистка озера, которое не принадлежит Московской области. Это те вопросы, которые действительно насущные. Людям хочется, чтобы они были решены на все нужное время. И иногда казалось бы, что сейчас простой вопрос, сейчас пойдем письмо напишем, быстро все решим. Но на самом деле так не бывает, потому что каждый вопрос требует серьезной проработки. И жители вправе надеяться на эту серьезную проработку депутатами-единороссами по каждому заданному вопросу. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».